Три, два, один, поехали! У-ху! Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Рома, и добро пожаловать в кровавую серию. Тянуть не буду, сразу скажу то, что по названию ролика вы и так всё поняли. Спустя 67 серий, наконец-то вышло обновление сборки! Йоу, я прекрасно понимаю то, что некоторым плевать, а некоторые наоборот рады. Так вот, если вы всё-таки рады и хотите поиграть на новой обновлённой сборочке, то ссылка в описании. Ничего взамен не прошу, но буду очень благодарен, если вы на эту серию поставите лайк. Спасибо вам огромное заранее, хотя это и неправильно говорить заранее, но всё же спасибо огромное, потому что я уверен, что вы это уже сделали. Эээ, да, 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 нет? Ну, ну ладно. А теперь приступаем к серии, ребятушки, совсем недавно чисто по приколу я решил поизучать экстра утилиты. Так вот, я узнал то, что я не изучил портал в прошедшее тысячелетие, который на самом деле переведён здесь очень неправильно. Типа тут одно слово написано неверно, не прошедшее, а последнее, последнее тысячелетие. И прямо-таки сегодня этот портал мы создадим. Самое тяжёлое во всём этом создании, как, наверное, некоторые уже могли заметить, это резной возвышенный камень. И создаётся он с помощью жемчуга Эндра, немного фиолетового кварца или какой-то хрени непонятной. И камни. Короче, создаём. Ой, пока я бежал к верстаку, я подумал-подумал и понял то, что я не знаю, как создаётся фиолетовый краситель. Алё, подскажите мне, пожалуйста, серьёзно, я ведь даже не знаю... А-а-а, пурпурный мистический лепесток, без проблем. Возникли некоторые трудности, у меня закончились эндерпёрлы, поэтому это срочно нужно сейчас решить. Проблема решается быстро. Вот уже девять штучек, дайте ещё. О, кстати, а вот эти семена лилии края, по идее, смотрите, здесь написано рост вырос. Если я сейчас нажму правую кнопку мыши, тут просто появится эндерпёрла. Ну, на самом деле, я разрушил, хорошо. Тогда зачем мне убивать эндерменов? Я могу просто походить, семена подобывать, ну и самое главное, эндерпёрлы, опять же. Вот это можно вырастить. Только у меня это уже посажено, но в обычном мире это просто так не растёт. Я сейчас знатно офигел, потому что крафт почему-то не работает. И потом я присмотрелся и понял то, что там ещё фиолетовый краситель нужен. Ну, ладненько, сейчас создадим. Та-дам, ребята, сделали резной возвышенный камень. Пасибааа. Проходит несколько миллионов лет и ура, я сделал портал в последнее тысячелетие. То есть прямо сейчас нам нужно просто кликнусь. Ой-ой-ой, мы это сделали. Ой-ой-ой. Последний житель. О, ты что, здесь действительно один? То есть ты хочешь сказать, что это всё измерение? Серьёзно? Типа тут точно что-то не так. Подождите, а на миникарте что показывается? Вообще ничего. Пипец. А что ты умеешь? Ничего. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я не могу просто взять и поверить, что здесь просто ничего нет. Вот просто не могу поверить. Подождите, а это кто такой? А, это из реконитов. Понял. А ещё смотрите, как здесь... А, господи, иди в попендрял. Смотрите, как здесь странно работают шейдеры. Я смотрю вниз, светлеет. Смотрю вверх, темнеет. Вниз светлеет. И это реально очень странно и прикольно. Капец, я-я-я-я просто не знаю. Может быть, его убить надо? Что с тобой надо сделать? Пипец, пипец. Подскажите, пожалуйста. Прошло сейчас примерно 10 минут реального времени. Я поискал какую-нибудь информацию об этом мире. И знаете, я нашёл ровным счётом ничего. Поэтому убиваем тебя. На чёрт подери. Последний житель был убит лололожкой. То есть, вы хотите сказать, что это было что-то типа босса, да? И всё, всё, всё. На этом заканчивается данное измерение. Я-то думал, будет поинтереснее, ребят. А, я походу понял, зачем это измерение нужно. Здесь просто можно изучать всякие разные модификации. Да, то есть, ты просто отстраиваешь какую-нибудь ровную поверхность. И тадам, у тебя огромное пространство. Жопа. Вот что я могу вам всем сказать. Я, конечно же, думал, что там всё будет немножечко простенько. Не так круто, потому что сам по себе портал создаётся нереально просто. Но ё-моё, не настолько же, что мира вообще нет. Ууу, смотрите, впервые за 67 серий мы нашли дерево из Таумкрафта. Прикольно. Но я думаю, что оно нам всё равно не понадобится. Поэтому летим дальше. Появились ещё одни хорошие новости. Дело в том, что наконец-то я могу сделать себе вот этот генератор на звезде Нижнего мира. Да, он создаётся. Я наконец-то могу его создать. Смотрите, здесь нужен блок из нестабильного слитка. Угу, угу. Ммм, жёстко, ничего не скажешь. Один такой слиток делается с помощью железного слитка и алмаза. Сигил деления, в принципе, у меня активированный даже есть. Живём один раз, поэтому давайте попробуем. Нестабильный слиток создаём. 63 штуки. Подождите, что, 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 господи, они не стакаются. Всё, я труп. Через 3 секунды, 2. Ааа, я реально забыл то, что они не стакаются. Следовательно, мне сейчас сначала нужно полностью очистить свой инвентарь и только потом создавать. Вот это трудности. Вот это я обожаю. Так как для одного блока нужно именно 9 слитков, вот что я сделал. Оставил ровно 9 слотов, поэтому прямо сейчас у нас всё получится. Давай, 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 давай. Давай вот это всё выкидываем и теперь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Получилось! Господи, получилось! Ха-ха-ха! Это надо было делать так быстро! Есть только одна малюсенькая загвоздка. Мне надо сделать 8 таких блоков, понимаете? Ровно 8! Ё-моё, а я сделал только один. Ну ничего, ща получится. Раз, два, три. Как только здесь всё создано, мы подходим к нашей вакуумной воронке и забираем отсюда абсолютно все черепоскреты и сушители. Спасибо! Ибо и после этого нам ещё понадобится вроде как звезда Нижнего Мира. У-у-у-у, да-да-да, это уже тяжеловато. Ровно 8 штук нам нужно. По сути, это не так уж и сложно, если учитывать то, что у нас есть связанная кровавая капля. И мне прямо сейчас нужно её просто заполнить кровью. И сколько крови мне понадобится, я толком не знаю. Но в то же время, благодаря вот этим чармам, мы можем без проблем взять и убить 8 иссушителей. И просто не париться. Либо сделать половину на половину. Половину из крови, другую из иссушителей. Стоп, ребята, а у меня проблемы возникли. Почему-то здесь перестали появляться скелеты. Смотрите, прогресс доходит до 100% и всё! Всё! Сложность стоит немирная. Средовательно, должны появляться. Ииии... Тут они, походу, не спавнятся уже давным-давно. Потому что крови вообще не накопилось примерно за несколько серий. Походу, я знаю, с чем это связано. Помните, я примерно несколько серий назад говорил о том, что сборка стала оптимизированней и стало меньше лагов? Так вот, наверное, как раз-таки в этой самой оптимизации были убраны спавны скелетов-иссушителей. Чего нафиг? Андрюша, помоги мне, пожалуйста! Я не знаю, как исправить эту проблему, поэтому, пожалуйста, напиши мне, как это сделать. Ну, типа, блин, это очень не круто. Эх, ну что ж, придётся убивать 8 иссушителей. Я, в принципе, не против. Сейчас идём и песок для душ. Или как там, песок душ надо собрать, да? Получается, впервые, начиная ещё с предыдущей серии, мы попробуем наше улучшение на критический удар. Потому что, серьёзно, в предыдущей серии мы его сделали, но до сих пор не попробовали. Хотя попробовать можно другими путями. Просто берём какого-нибудь чувака и бьём его с кулака. Как сильно я его ударю? По идее, критический удар вылетает не с таким большим шансом. Всего лишь 10%. И мы просто заметим то, что нанесём ему намного больше. Просто сами посмотрите. Сейчас мы ему сносим по 2, и в 1 удар мы должны ему снести намного больше. Во, 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 видели? Да, намного больше. А если бы это был молот Тора, я бы прозвал себя Вон Панчманом. Эм, да, да. Хе-хей, эксперименты подъехали. Сейчас мы будем убивать иссушителей не просто где-то под землёй. Мы, во-первых, будем убивать много иссушителей, во-вторых, прям над землёй. Ох, что-то мне подсказывает, что будет жёстко, и я даже, скорее всего, умру. Но какое кому дело, правда? Вот так вот это всё выстраиваем, сразу много иссушителей. Таки да, я знаю то, что мне нужно 8, но давайте подерёмся с 6. Вот так это всё выкладываем для начала, и только потом зажигаем. Три, два, один, поехали! У-у-у-у! Появляйтесь, твари, я знаю то, что у вас ничего не получится, ведь у меня есть молот Тора, ни хрена себе, ни хрена себе, ни хрена себе. Так, подойдём поближе, подойдём, ребятушки, надо убивать. Боже, какие вы шумные! Пипец, я ни хрена не слышу. Они реально очень шумные. Куда вы летите, твари, подождите меня! Хухухуху, они сами себя убивают, боже мой! Опа, с одним разобрался, и сейчас где-то здесь звезда ада упала. Но... Блин... А, во-во-во-во-во-во-во, вот она упала. Подождите меня! Чего это вы такие неугомонные? Постоянно вверх летите. Вот, убиваем ещё одного. Опа, иди, я сейчас двоих убил, и... Опа, спустился на землю, молодец. Таким вот незамысловатым образом мы убиваем пока что четырёх иссушителей, но есть малюсенькая проблема. А где ещё одни? А, вон, вон, вижу одного, понятно. Кайф! Обожаю такие баги! Он меня может бить, а я его нет. Кайф, 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 кайф. И, кстати, где ещё один иссушитель? Помоги мне найти его! Ой, ну его нафиг, в Пепендрявус. Просто возьму сейчас, перезайду, кровавые испыта... А, что? Эээ... А, во-во-во, господи, я уже думал, что сейчас в мир не смогу зайти, потому что он реально просто не кликался. Фух, здравствуйте, иссушитель. Ну, я надеюсь, что сейчас вы хотя бы биться будете, и вы не будете лагать, и вы вообще скажете, где ещё один находится, потому что он мне как бы нужен. Вот это да, шестой куда-то смотался. Наверное, я подумал, да ну нахрен, какой-то псих вызвал сразу шестерых иссушителей. Наверное, сможет убить, и он правильно понял, чёрт подери. Но смотался. Че, я тогда быстренько разберусь со всеми остальными и вернусь. Раз, два, три. Та-дам, готово, генератор на звезде Нижнего Мира сделан, и у меня прям почти хватило черепов, скелетов и сушителя. Прикольно. Так, всё, забираем. И сейчас, по идее, надо это всё соединить с помощью узла передачи. Да, всё как обычно. Никто никого не собирался томить, и поэтому генератор тара-та-там-та-там. Но, знаете что? У меня на протяжении шести серий такая, ну, типа нейтральная новость. У меня карьер всё это время не работал. Почему не работал? Эм, ну, потому что я его просто отключил. Да, я его просто взял, полностью отсоединил и положил сюда. Вот у меня лавый генератор, вот у меня улучшение карьера и всякое такое. Сделал я это не потому, что мне просто взялось и захотелось, а потому что на тот момент я оптимизировал сборку. И я подумал то, что лаги могут быть из-за карьера, но всё-таки лаги не из-за карьера. А вот вернуть, поставить его обратно, включить и всякое такое, мне уже что-то было лень. Но сейчас-то не лень, когда появился такой генератор, который, кстати, требует кучу звёзд. А, эээ, стоп, а где я это всё достану? Ну, допустим, одна звезда у меня здесь хранится, я её забираю, вот это я нафиг уничтожаю, и сейчас попытаю счастье. Посмотрю, как быстро она исчерпает себя, то есть вся эта звезда, и самое главное, сколько она создаст энергии. Подключить всё, подключил, и сейчас мы сначала проверим, конечно же, генератор на звезде Нижнего Мира, и только потом подключим лаву генератор. Проверяем, давай, чёрт подери, а, я-я-я-я-я-я, я начинаю умирать помаленечку, окей, 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 я понял. Как долго я так буду умирать? А, это всё иссушение, пипец, я же умру ща. Пипец, серьёзно, то есть, блин, ладно. По крайней мере, я должен понимать, сколько блоков накопается. А, это что такое? Какая-то непонятная зелёная хреновина, в которую я могу даже войти, и ничего не произойдёт. Понятно, проверяем ещё раз, здесь у нас всё, я так понимаю, пропало, и... Тысяча блоков! А, не, не тысяча блоков, здесь намного больше, просто у меня сундук края полностью переполнился, и вот, как это копается на самом деле. Блин, это реально крутая штука, учитывая то, что этот генератор справляется сразу с двумя улучшениями для карьера. Мне надо много звёзд! А-а-а, надо думать, где бы достать много звёзд Нижнего Мира. Блин, я просто не понимаю, может быть, создать спавнер и сушитель? Кстати, спавнер и сушитель, это ж хорошая идея. А, нет, это тупая идея, потому что у меня нет специального блока, который сдержал бы этих иссушителей. То есть, в прошлой сборке, у меня, помню, были такие специальные блоки, которые не давали разрушаться. Ну, а здесь тупо их нет. То есть, вы должны знать то, что иссушители уничтожают даже обсидианы. Вот это реально большие проблемы. Ладно, может быть, мы ещё и решим проблему со звёздами, но вопрос, почему отсюда не передаются вещи? А, во. Э-э-э, чё? Чё? Мне стоило только прийти, и сразу всё начало передаваться. Чёво? Э-э, точно, я дурак. Я же отсюда загрузчик чанков убрал, поэтому перестал и грузиться. Понял, ща всё сделаем. Просто прекрасно то, что один из загрузчиков у меня в сундуке валялся, мы его забираем и ставим на его почётное место. Вот сюда. И пусть он грузит абсолютно всё сразу. Ну, а, ну да, и кстати, раз уж у нас сейчас генератор на звезде Нижнего Мира не работает, мы включаем лавовые и пусть это продолжает копать. Как же обидно то, что вот этот маркер края всегда должен здесь стоять. Его никак нельзя передвинуть, даже на один блок, иначе карьер просто не будет работать. А так я бы взял лавы генератора сюда поставил и не парился. Ну, ну, сами понимаете, да. То есть у нас бы было очень много энергии, и тогда я бы просто жил не тужил. Прошу помощи в комментариях. Ребят, напишите, пожалуйста, что вот это за зелёная хрень? То есть она тупо появилась из ниоткуда, и самое главное, она здесь не одна, а вот ещё какая-то другая зелёная хрень. Понять-то как-никак нужно, мало ли это эссенция, которую можно добыть, или босс, который вызовется через какое-то время, или просто что-то разрушается. Ну, короче, надо понять. И ещё, вы заметили то, что когда я выхожу из глубокой темноты, меня телепортируют вот на этот портал? Портал в прошедшее тысячелетие. Чё? Ох, ребята, что я хочу вам всем сказать? Я надеюсь то, что эта серия вам понравилась. Я думаю то, что понемножечку, потихонечку, помаленечку я буду на этом заканчивать, и, ну, собственно, я также надеюсь то, что вы не забудете поставить лайк на такой прекрасной ноте, на той то, что мы наконец-то можем сделать себе генератор на звезде Нижнего Мира, я буду понемногу заканчивать. Я это уже сказал, по-моему, да? Вот. И опять же, я надеюсь на вас. Спасибо огромное. А, и ещё тут, короче, последняя фраза, что-то хочется сказать. Короче, если вы здесь впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей, а с вами Блоу Ложка и опять же Персик. Всем удачи, всем пока, пока-пока-пока-пока-пока, ребята! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok